всем привет дорогие друзья вы на канале play и мы продолжаем игрушку под названием clash of clans вот вот такие вот изменения кто помнит предыдущую серию наверное скажем на глаз на взгляд уже понимает что у меня тут добавилось что мне тут нового не помню предыдущей серии было ли у меня ратуша девятая или восьмая была не в этом суть прокачал я уже себя тут смотрите ложки короче но вот тут дофига я скажу вам за это время что не делал ролики по этой игре поэтому надеюсь подустраивайтесь так скажем поудобнее будем смотреть что у нас нового что у нас клевого короче надеюсь эта серия вам понравится ну что погнали что у нас главное в игре это прокачка нашей базы на полную по максимуму например что вот например та же сам марш видите я его покачал по максимуму на нашу девятую рад что чтобы дальше уже качать надо ратушу поднимать соответственно многие даже на из вас знают об этом то есть сначала желательно вообще в этой игре по максимуму качать а потом уже переходить на следующую ратушу то есть сейчас моя на данный момент цель это прокачиваться до конца вот как прокачая все пушки еще плюс тут расстановку нужно меча стоит расставка под девятую ратушу она пока более-менее работает ну так скажем атакует конечно нас бомбят ломают не спорю честно пока просто время особо нету я хочу опять таки более-менее сейчас расставить ну наверное к следующей серии я это исправлю вот найду хорошую расстановку можно в интернете поискать или же на том же самом ю тубе не соответственно поставлю все иначе тут вот что у нас по второй деревне прокачал я уже тут свой дом строителя уже с не рад дом строитель называется это пятый уровень вот я его прокачал быстрее скажу вам чем надо почему потому что у нас есть такой вот сезон сезонные так и ежемесячные вот это event или как это правильно назвать ну вы поняли да вот что это за шкала те кто играет понимает ну типа ежемесячно вас появляется такая короче фигня готов течение месяца тут делаешь какие-то тут задания вот я уже тут это все сделаны видите с галочки стоят а это типа вот показывать там пожертвуете там столько-то войск туда или сюда короче уничтожьте там стены и так далее там и проще вот и за это нам дают награды и в этих наградах ребят есть такая штука как 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 миллион вот этих золотых и фиолетовых короче манны или как золото и манны только здесь они в виде драгоценных камней увидите именно на этой да где вот темные то чем ночная деревня это утренние так будем называть и когда у вас вместимость тут не миллион из там у нас типа в приз дают миллион вот этих золотых если не миллион даже если хоть на одну блин сука на одну вот это блин камешку блин не с них хватает то вам просто предлагает хотите вместо блин миллион золотых получите блин четыре кристалла 5 кристаллов и сколько там уже не помню короче не это суть фигня кристаллов или возьми миллион блин золотых конечно здесь есть не так быстро набираются вот эти золотые например ты сейчас у нас тут есть три боя за эти три боя может получить я пару боев счетка желобка какая у меня тактика вот типа возьмите или кристаллы вот такие ну или вот и ну или от изумруды короче такая фигня четыре или пять изумрудов всем условием что смотрите изумруды какие сейчас цены на изумруды вот точно ну например смотрите чтобы элементарно вот этих золотые чтобы эти получить вот туда вот в темный правильных темных зашли до 266 кристаллов стоит 100 115 тысяч золота а мы миллион из этих золотых про меню накиды 45 изумруд поэтому я прокачал побыстрейку вот этот дом строителя кстати для новичков топовая идея мне кстати клан уже второй уровень и много ребят нам добавилось много новичков и кстати очень активно играет ребят ну и об этом чуть попозже я прокачал ее до пятого уровня прокачал вот эти хранилища эликсира потом хранилище золото для того чтобы мне ответить миллион 150 тысяч и миллион песен чтобы я мог вот эти призы брать не брать эти 45 несчастных изумрудов брать миллион потому что ну вот здесь она очень важна но ответили если на все надо тратить на все на покачивать в принципе и как на наш основной время там потом я на мне более прокачан ребят с тем связано что я еще давно играл поэтому сейчас в этом плане мне не так все срочно стараюсь постоянно строители держать так чтобы они у меня постоянно что-то строили улучшали вот даже вот один свободный и даже элементарного сейчас поставлю чтобы через час павлю блин я держу сейчас одного строителя хочу сейчас под накопить немножко золото в этом буду делать или в этой серии или вне серии короче вот такую тактику для себя выбрал на быстрой прокачки для быстрого подъема вот смотрите уже у нас и еще вот башня лучниц уже нас прокачана по максимуму дальше уже чтоб прокачать нужно следующая ратуша я уже ее принципе могу и ставить но я этого не делал ребят так как матча я вам объясню то что объясню многие это и знают и без меня кто не знает рад что что-то новое сообщил у того что надо короче вы поняли все что же я хотел давайте блин я покажу вам как тактику какие у нас новые тут появились пацаны которые бьются на нас давайте уберем вот это этих вы видели этих видели миньонов тоже окажись видели вот есть у нас такие короче скелеты подрывники они первую очередь настраиваются на стены если рядом стена есть если рядом для пушка стать истина они блять будут эту гребаную стену ломать если рядом стене то они приходят на обычные здания тертом пушки там все остальное короче персонаж так надо подловить момент и их выпускать дракона они как и миньоны только чуть-чуть потолще но все равно честно говоря и особо пару может боев сделать с ними вот эти пушки они мне очень нравится ну сейчас покажу почему так видите как кстати здесь я я кстати на своей вот этой базы вот но именно в темной ночной я вам скажу что еще не занимался особо какой-то тактичной постройки так сказать перестройки эту базу то есть ну не просто там они хорошо ломают здание быстро ломать понимаете вот танков просто ставлю чтобы весь удар на себя весь урон на себя понимали и соответственно остальное всю гражданную работу делают эти вот пушки наши блин вот это плохо да что вот это как-то фигня кстати читерская херня против спеших воист прокачан когда надо сложнее и сломать соответственно ну как-то так все два процента принципе есть шанс что мы победим опять-таки говорю свою базу я еще не расстанавливал так что когда найти с особыми там фишками со всем остальным кстати надо будет ей тоже заняться основной базу надо меня расстроить по расставлять и вот эту базу это я чисто знаете на свое смотря и пора оставлял вот поэтому когда-то получается победить бой тот как у нас идет до принцип мог стать 52 процента блять но они уже выживут она не перебили все мои пушки поэтому не факт не факт что мы сейчас победим с вами блин давай быстрее вещи на реально приходится так дожидаться пока блин твой против не захочет тут типа у кого кто больше очков набирает тот и побеждает ресурсы тут не теряются при поражении от этой части прикольно кстати давайте напишем ребятам я тоже рассказал что есть youtube канал ребят так вы вы в эфире кому что надо стень когда кстати тут есть уже ребят который даже успел пообщаться есть тут короче которые со второго аккаунты заходят с 1 вот этот привет youtube привет написали как-то так значит таким образом у меня начал продвигаться клан я про это тоже вам расскажу значит пояс новых участников сначала я просто тупо набирал старался русскоязычный на перусский ник вижу добавляю русских вижу вот из этого списка наверно блин два или три если находилась русскоязычных не то блин них клацал клацал добавлял я скажу вам что человек на 20 так по приглашал один или два если вступали мой клан этого короче очень медленно и нота потом подзабил на эту идею и начал просто тупо добавлять всех подряд тогда у меня где-то было 10 или 12 участников и то фиг знает на каком языке не разговаривать я знает о какой страны даже и некоторые ребята еще остались у меня которых которые со мной в воинах участвовали но тем не менее короче воинах участвовали и мой клан повысился до второго уровня это не дофига ребята ну вообще почему затронута тему как 2 2 я получил мне вышла такая табличка типа в рекомендовать ли вы вот типа собираетесь дальше играть рекомендовать ли ваш клан новым игрокам другим игрокам я обслужил до день прошел никакого движения второй день прошел не под сегодня возвращаясь работа и смотрю у меня там 90 сообщений нифига себе смотрю а у меня уже не 12 склоняя уже 48 блин участников блин это офигенно было так смотрю блин нихера седу куда появлялась да ребята еще только только начинающие поэтому этот меня не считаю это минусом я считаю что это неплохо как сможет быть вместе с ними развиваться записывать видосы и будет все прикольно все будет классно так всем привет с вами за цене онлайн и о чем пишет какой канал что ты не знаю какой кому что надо на крест винта дам ангелс мартин вот почему мой твинг не участвует смысле твой тип не участвует потому надо потому что короче я начал войну вы типа спашь сейчас исправлю ну поняли он нашел зашел в клан вот здесь такая фигня кстати на наверное сделать поменьше этой участников потому что я уже сколько на часа два или три уже прошло они как нас никто не появляется все сейчас я как раз его твинка добавлю и наверно по убираю все таки вот его оставлю не он сказал с этим его не добавлять мирный убираю пока что так и пока что реально пока по убираю потому что не находит мир вражеский клан так скажем давайте хотя бы до 30 оставим а там дальше видно будет ребят кто не попал в на войну сорян честно не обижайтесь просто сами ведь я говорю что где-то около двух-трех часов не находит к нам прокачивайтесь качаетесь действительно хотите там войну прокачивайте уровень свой прокачивать свою базу и тогда вы будете у вас будет больше шанса попасть войну и как видите 40 участников ставить на войну не получается найти вражеский клан кто особо так таким не занимается вопросы когда где-то на 10 игроков или на 15 это ну буквально через полчаса уже война находилась посмотрим короче еще время нас есть достаточно еще проэкспериментируем и проверим и перепроверим похоже кто-то покидывает клан до свидания бакит бакит конечно такой интересный странный даже интересный так чем мы проиграли туда конечно да и просто не вынесли на мои пушки соответственно просто остальное здание уже просто добивали 2 от этой фигни это хреново конечно это нехорошо но что же поделать так ладно так здесь что строится и вот это кстати ратуша помощнее моей вот это кстати не очень хорошо придумано так вполне надо брать наши бываем ратуша была так того же уровне что и противника потом поляется уже взорвали на эти пушки капец конечно не ну так реально нечестно потому что мы здесь здесь уже им баланс идет время тоже дисбаланс или как его крайне назвать тут уже нечестно ну потому что считайте что допустим какая-то другая игра против вас блять поставили вы до 50 левого путь у вас поставили против 40 и конечно понятное дело что 40 типа видит на так и то он не до 50 процентов вынес просто нереально в базе база большая там больше пушек и все остальное то я считаю неправильно нечестно давайте отпустим кстати желательно выпускать сначала одного и потом уже остальных знаете почему то живая всякие ловушки пушки там поняли чтобы они первый на себя взял все эти взрывы ловушек остальное уже просто по пути плане числа добивал вот это уже неплохо пошло до ребят и вот эти гребаные ложки очень херовые в том плане что даже вот эти есть которые пацаны которые толстый вот а их даже их откидывают вот это хреново я считаю это тоже неправильно ну толстых не должно ничего не откидывать но если что мелкие были ладно то что стоит их и так блин 3 это я до 8 июня прокачал чтобы было не два три когда их выпускаешь вот и тот слетают от этой фигни давай 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 пушка давай добей эту фигню а то сейчас она добьет нас увидели пушку даже на хрятки но это ловушка кстати это герой тоже классная штука и и оксосе до пятого уровня прокачает неплохой скилл появляется просто прокачать его очень долго ходится тупо на один минут хотя бы ну это надо как минимум на боев 15 сделать чтобы накопить на него ну смотри сейчас сколько нам дадут ну бы однозначно выиграли в этом бою здесь еще прикол может быть такое что и ты на сто процентов разрушает базу и он но только в таких случаях уже побеждает тот кто быстрее сломал базу миньон он вступает сразу весь уже и в клан ступени тут ушел эти пришли так сможешь победить мы давайте пока посмотрим что там в прямом эфире творится то разбили базу ну такие до новичковские все базу не ничего я думаю ребят прокачается еще не прикольно я очень рад что у нас пацаны подтянулись и теперь будет поинтереснее надеюсь и уже интересно хоть надо знаешь заходишь по сейчас с ними общаешься уже приятно мне нравится эти пушки тем что они быстро ломают здание лучницы тоже неплохие даже бывают такие ситуации смотрят думаешь нифига себе чувак там не служить с лучницами на тебя напал и у него результат получается ну реально побеждает лучше чем ты но сейчас пока что я придерживаюсь такой тактики вроде в принципе я думаю что неплохо работает как хорошо что лучница на этих на жирных отвлеклась поэтому эти пушки со стороны я просто тупо добивает на это это стопроцентная победа на стопроцентно наверно да фиге отлично обычно там в этом в этом плен на хэнт это часовня отстаньте от часовни добивать эту пушку грёбаную нового вовсе в нее все нет за и все вот теперь стопроцентную же сто процентов стопроцентный сто процентов короче да это фигни думаю блин вот это хреново конечно этот и фигня если враг сейчас мне тоже до 100 процентов будет ломать то соответственно сейчас опять таки выиграть тот кто быстрее разбил базу все он может даже и в игру эти вот видите из наблюдатели есть есть тут наблюдатели то значит он уже закончил свой ход так скажем или или он сто процентов закрыл то побеждает а если у него там стопроцент не будет он проиграл поэтому давайте уже не гадать добьем эту базу не там будет уже видно а победа 49 процентов я могу даже закончить бои я победил так что у нас тут я стараюсь подальше от этой фигни выпускать своих бойцов так называют так скажем пулять вот это конечно хреново попались на дату мину очень пеной наши герои замочили на еще эту пушку будет давать там и проиграли к против не буду время убивать пусть уже заканчивать то я все равно на 36 вот он тоже не так уж и на ура спрос давайте посмотрим как у нас обороняется базу я аккуратно по одному выпускает вот это хреново что они они просто вот этот теневой плачу есть до лучность из-за которого пушки их не видят процесс чуть на моей положке ставить до встречи разбили короче вы поняли так давайте еще найдем бой мартира не работает уже хорошо давайте туда отсюда начнем а ну-ка сначала 1 выпустим то что с опять какая-то взрывчатка блин сработает и вынесет мне половину войску состав табли хорошо а вот это уже не хорошо блин то что пушки поехали в снизу блин это нехорошо хотя хотя не нормально да нормально потому что вот эта пушка она стреляла по вот этому по герои как называть это сейчас их завалит вот эта фигня ничего уже страшно принципе мы все разгромили остальное уже пушки доделают всю грязную работу за них так по краям никто ничего там хорошо ну стопроцентная победа ребят поэтому как вы думаете как считаете пиши с комментариями как по мне очень даже неплохая тактика да из трех с четырех боев нормально за залетают 2 хотя были 3 то он еще уже заслужена связь под пять процентов нас сломал меня не хочу что наш план спасибо броу на это будет прикольно да пацаны и попал эфир ладно что же у нас еще тут есть кстати я еще 5 строителя себе взял теперь у нас тут по максимуму строители обновление кстати можете по добавили в игру 13 13 блин чуть не и ратушу события у нас тут тоже неплохие кстати вот это событие в атаку фото в атаках и в атаку эпическое испытание джунгли я уже на три звезды тоже прошел давайте хочется хотите давайте после прикола и сейчас попробуем я не знаю как у меня так особо неплохо так скажем получилось мы начинал отсюда короче а ну-ка посмотрим что это вот это что вот это это за забывая вот как-то так вроде бы тогда прошла сыграл и прошел это все ого неплохо тогда все заморозил в этой части у меня затащил скажу я вам вот этот маг вот он реально там круто затащил в этот раз как видите не получилось не сработало но каким образом короче все сдохли вот это кстати гляд ратуши грёбаные видите что всех уничтожил вот это ратуши мне было поломано и тупо вот эти два ангела короче поняли два ангела и два ангела и вот это один марк они тупо его лечили а он просто тупо всех по одному уносил вот кем сюда пошел сюда уже на последних секундах последнее здание взломал и короче давайте закончим то что же не все не получится она может быть мне тут где-то показано вот эти бои а ну ты ёб мою куда ты исчезаешь ход атаки не тут нету дохода таких жалко я вам показал повтор хотя бы уж для кому-то для кого-то надо мог бы посмотреть и найти кого что-то новое для себя и так скажем тоже получилось бы атаковать и пройти это событие но как-то так мы приблизительно что-то такого типа я хочу запустила но там на рандомно по не поняли сразу срабатывать надо получилось когда так ребята ну что вы на этом заканчивать надеюсь вам понравился тролик и седата обязательно прожимать лайк я чтобы видел что вам нравится я буду стараться что-то разнообразить конце контент и поинтереснее делать ну а пока как это буду еще дальше прокачиваться делать что-то еще придумывать вот такие вот дела не забывайте подписываться на мой канал также тоже нажимайте колокольчик что на всего давление также можете подписаться на дискорд канал и на вконтакте короче на как паблик вконтакте ссылки будут описание вот что еще спасибо вам за просмотр засыпьте всем удачи всем пока